так мы пришли в парке мануиловский здесь мы еще ни разу не были здесь мы в принципе я уже 10 лет не были сейчас мы сюда попали сейчас снимем что здесь как облагородили через четыре часа на самолет уже полетим обратно и сейчас заодно покажем вот он сзади этот памятник который сделали мануиловский парк мануиловский парк тоже прикольное место здесь когда мы жили тут было все разбитое дорог не было то есть сейчас облагородили дошли до такого места недалеко такие вот шпалы стоят странно конечно чего не здесь просто шпалы и у там кончаются камушки такие может просто как дизайн так сделали цветы прикольные раньше мы когда здесь гулялись вообще-то ничего не было тут просто стояли лавочки все было в бурине тут тоже особо и курортники никогда не гуляли кроме как местных тут была такая разбитая как тропинка тропинка довольны он там еще сделали что-то ну да так вот от дорожки мы отошли немножко вперед и вот такой красивый вид там буквально можно пройти где-то метр сто пятьдесят очень рядышком близко расположена памятник поставили это вы поставили получается в этом или позапрошлом году с трубкой ночью он подсвечивается надо как-нибудь прийти сюда вечером и вот такой красивый вид на весь город эльбруса сегодня не видно да он затянут обычно эльбруса вот вот здесь вот здесь короче вот они облака да это все облака плохо видно когда хорошая погода прям вообще кавказский хребет весь виден а живем мы искать кей сейчас вам покажем вот здесь вот в этом вот точечки конечно сейчас он не увидит но вот здесь вот он город большой большой-большой город и здесь мы же ну да уже сам большой когда студентами были здесь приходили сюда пары прогуливать здесь конечно вообще ничего этого не было да а вот эта тропинка вон вот да она вот вчера под это было в огнях крутим его могут как раз он там гуляли здесь вот мы гуляли и видели подсвечивающие ну да да здесь хорошо кстати облагородили но это не косяк конечно там упороли то что повозили весь камень натворили дело кстати этом в вода не идет арзаны местные управленцы сейчас пустимся вниз посмотрим что-то как ты катаешься классно ну чуть-чуть конечно вот при облагородии погулять так было намного хуже снова такая вот везде было так мы чуть-чуть прошли вперед отсюда здесь такой спуск и вот такая вот дорожку тоже благородили прикольно это мы хотим вам показать что как в принципе здесь и чуть-чуть по-новому все сало заиграло потому что десять лет назад этого не было а сейчас просто хотим вам показать что десять лет назад этого ничего не здесь просто был камни склоны дорожек этих не было только тропинки местные они их знали здесь мы влазили вот студентами когда были туда приходили мы здесь весь машок вдоль и поперек облазили вот здесь вот мы гуляли раньше тут потому что курортников не было сюда придешь весь вид как на ладони никого нету по кайфу а сейчас сделать такую дорожку тоже какой-то такое тут сделали это тоже что как на кладке что-то на кладке что-то на кладке близко здесь а близко кладку уже сюда поднялись быстренько ну ладно а и такой дорогой идет я думаю она выводит к вот не галерея бабочек было на сепому так что кладем туда можно вернуться подняться и пойти на канатку посмотрим сколько стоит плем идем туда на канатку поднимемся сейчас на машук посмотрим весь вид смошу к цвету нас это поездка прям получилось горная только лет мечтала мы летом то тем не приезжали когда мы приехали мы тоже не предыдущие не помнили приехали что на короткий срок но мы так и тоже не погуляли даже по мушку ни разу в общем и до костыляли до канатки тяжковато было портуете вот она канатка сейчас и мы пойдем на этот наверх поедем куда людей тоже много очередь не знаю сейчас по времени успеем нет подняться посмотрим сколько стоит снимем в общем стоит билет туда-обратно 360 рублей и очень такая в общем заставили одеть маски тих дурики я думал пока в москве такой адиотизм это просто зайти что пускают по чуть-чуть и сейчас он пойдем наверх на канатке раньше здесь 15 лет назад или 10 были старые канатки железные такие не сейчас уже нормально но это уже более-менее как бы нового прошлощение были я как вот мы вот на и тыльбрус поднимали спускалась которая канатка вот такая древняя вообще-то текла все это нормально и 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 and и ну и , и и и Уже все скрипит конкретно. И вот уже скоро машут. В принципе она едет сколько где-то? Минут 5 наверное. Две минуты? Да, тут рядышком. Так вот мы уже поднимаемся на самый верх. Вот оно. Сейчас будем выходить. Уши немного заложил, да? Ты заложил уши? Чуть-чуть. Бабушка, ты просто рот очень сильно разбой. Уши немного заложил. Я лучше слюну. Чуть-чуть отмедленно поднимает. Уши немного заложил. Да, он поменяет. Так быстро доехала. Уши немного заложил. Но он же местный. А вот здесь одна будет дверь открыта. Сейчас покажу вам. Подождите, я руку подам. В общем, мы последний уходим. Все, мы приехали наверх на Машук. Так, ну, поездка заняла у нас две минуты. Снимаем наморднику. Возникать маску. На семью или компанию полагается одна бесплатная мини-фотофия. Эта фотография рекламная, поэтому для вас она бесплатная. Если желаете красивой и бесплатной охоты на память, проходите направо. Проходите направо. Одна минута, и ваша фотография будет готова. Сразу ее распечатаем. Так, вот мы поднялись сюда. В самую высоту. Сейчас мы пойдем смотреть гору. Блин, здесь так прикольно. Мы здесь в последний раз были. Конкретно поднимались лет 10 назад. Нет, последний раз, когда год наши сады был. В 16-м году мы поднимались сюда. Вот они. Незнаменитые эти таблички. О, Ставрополь. А где курят? Бабушка, мы проехали 200 километров до сюда. А Ставрополь? Ну что там, где там? А? Астрахань. Астраханцы это для вас. 650, да. Это от Пятигорска. Да. Раньше, кстати, только три столба было. В детстве. Сейчас уже этих столбов дофига. Одинцова. Одинцова. Приехала. Но это другое, правильно? Конечно. Сочи. 580 километров. О, надо было свой инстаграм поставить сюда. Нарисовать на инстаграме, чтобы инстаграм приколотить. С шуруповерком приехать сюда. Ну так у него можно самому табличку сделать, да? Да, да. На следующий год сюда возьмем. Вот там. На самую верхушку наши. Сочные персики. Фиганем. Да. Абинск. Это Кавказ. Нюрба. Какая-то. Сахалин. Похоже, какая-то. Конечно, можно с краской замуливать. Вот на башне. Он Тенка. Что, куда пойдем дальше? Он Балашка. Он Балашка. Что в Москву не это? Была где-то Москва там написано. Так, ну что, куда дальше? Здесь, наверное, прикольно, эти растения такие маленькие. Они, да, как декоративные. Кстати, у них всегда-то в таком состоянии, что 10 лет назад они больше даже не растут. Воздух здесь, конечно, чистый, как на Эльбурге. Всегда что-то похожее. Такой чистенький, прогладный. По кайфу. Вот одна, вот губ. Горы, вот гора. Потом Авонгара. Эльбурса сегодня не видно. Будь здоровы. Эльбурса не видно. Затянуло его к Кавказским хребетом тучками. Жаль, отсюда был бы шикарный вид. Так, сейчас мы идем на смотровую площадку. Вот такая вот антенна здесь одна справа. А здесь такая смотровая площадка. Открывается вид на гуру Бештау. Эй, дуренька, ну как точно больше всего там падает? Покажи пальцем. У нас, кстати, мы хотим с Катей на следующий год сделать восхождение на Эльбурсе, на Бештау. Не знаю, как получится. Она по-любому будет сделать восхождение. Вот красный вид дом. Сейчас камеру сделаю лучше. Вот. Получше будет качество. Такая дорога вся разбитая. Здесь. Ну, друзья, прежде всего ничего не изменилось. Здесь есть. Гора мохнатая. Вот она слева маленькая, небольшая. Где? Покажи пальцем. Так. Вот она. Гора мохнатая. Это гора Бештау. А вот эта маленькая горка. Вот она. Ага. Это Козьи скалы. Козьи скалы. Следующая. Вот это вот железная гора первая. Следующая гора развалка. Ага. Нет. Это вот. Вот она получается. Вот эта третья скала. Вот эта вот. А пригорок не стали обозначать? Ну, вообще он здесь ничем не обозначен. Ага. Ну, вот у нас будет восхождение на Бештау. Ну, а следующий год хотим подняться на саму макушку. Целый день надо уйдет. Чтобы туда вкарабкаться. Кли на Эльбрус тоже надо. А на недельку точно надо будет. На Эльбрус? Да. На Эльбрус дольше. Лавочки тоже не изменились за... Столько? Да, за столько. Мне кажется, их вообще еще при СССР поставили, так они стоят. Здесь как бы ничего не меняется особо. Дрон. О, дрон. Кто-то запустил. А вот парень с ума сходит. Я и думал, что джурчий был. Так, ну что, куда мы дальше едем? Мы дальше туда. Называется... В принципе, можем пешечком спуститься? Да, да. Там уже. Блин, прикольно. Сточка обравнивается, да? Угу. Нет. Сейчас главное, чтобы никого не пильну по глазам. Угу. 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 Классно воду, да? Ну, как в предбрусе. Конечно, предбрусик почище, а здесь тоже нормально. Угу. 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 Так, все, мы закончили, пришли на посадку, видосики поснимали, классные, вам покажем. Вот он, вот здесь, кстати, классное видео тоже, это все, фотографии с маршрута, сам маршрут, какие-то будут новые, наверное, прототипы, канаток, наверное, лет через 100. Так, вот еще приехали люди наверх, сейчас поспустимся вниз. Ну, канатка такая же, да, как и раньше была, ничем не изменилась, как бы было 15 лет, но это такая же осталась. Тросы такие ядреные. Сейчас спустимся вниз, купим мороженого. Кока-кола. Ну да. Заходи. Ох ты, блин. Вот это да, ты очканул. Офигеть. Аккуратно. Аккуратно. Что я так ссыканул? Ты вот эту зарядку нашли, Александр. А? Мне спокойно там было стоять. Я не думал, что она там полетит, да? Прикинь, какой видос будет, если он сейчас полетнее вниз. Да подожди, да сейчас еще хуже будет, он будет трястись вообще. Гдог пошел, все, он летит. Сейчас мы одни поедем, будем снимать всю дорогу. Ага, взяла маску. Все отправляемся. Надеюсь. Да, знаешь, честно, мне страшнее, чем на Чикете на открытой канавке. Ну да, хотя смотришь. На чеките так вообще. Особенно в дождь. Вот когда мы в Железноводске были, там показывали Ленина на озере. Вот она маленькие фотографии. Там конечно изобразили его в масштабе. Вот она по горы сделали. Уши опять заложило. Все, мы приближаемся. Все, покатались. Показали. Уши заложило. Зевнули. Все, опять разложила. Сейчас у нас через два часа самолет. Поедем обратно в Москов-Сити. Деньги зарабатывалось. Так, ну вам что кто смотрит? Главное вы мне напишите ваши комментарии. Как же нам выехать? А кто бы хотел приехать жить здесь в Петегорске? Ну да, напишите в комментариях. Реально, вы бы сюда переехали бы жить бы на совсем. Например, переехали бы из Москвы или из Питера сюда жить. На постоянку. Вообще, в принципе, напишите ваши комментарии. Как вам понравились наши видео? Что мы снимали? Мы старались. Все вам показывали. Монтировали. Каким дорога здесь? А? Каким дорога здесь? Да, сократимся. Зайдем опять в Нарзанчики. Это горячий источник. Капотевая галерея очень горячая. Все. Все? Я сейчас думал, что ты что-то будешь рассказывать. Скоричь толкну, да? Ну да. Вот, все. Сюда выйдем в машину, правильно? А? Уже отсюда выйдем в машину? Ну, да, но я не уверен. Я уже забыл. Нет. Мы не выйдем отсюда. Нам нужно прямо пройти. Туда. И как мы шли спуститься. Сейчас мы сейчас спустимся. Мимо дома Эльзы? Да. В общем, про Нарзаны мы здесь вам показывали. Снимали их. Мы на это снимали? На YouTube? Или на Stories? Не помнишь? Не помню. В общем, вот здесь два Нарзана. Мы их пробовали. Они очень горячие. Они горячие, да. И пить их невозможно, если только надо в зимнее время согреться. Да. Они прям как чай. Можете прям чайный пакетик закинуть, завалить его там. Ну, не с Нарзаном же. Ну, реально, он очень такой, прям специфический. Нужно, кстати, перебороть свой страх. И на следующий год приехать искупаться в Радоне. В радиоактивной лужице. Без тыжих ваннах или нет? Ну да, без тыжих ваннах или нет? Там бомжи там купаются. Бомжи там купаются. А? Ну, там же говорят, что она беззараживается. А? А Лида, она вчера так сказала? Не, ну там эти говорили. Как его? Экскурсоводы? Экскурсоводы, да. Я сказал, что там бомжи купаются. И в ши, там можно подходить. Как разоралась. Такого не может быть. Я такого вам не говорила. Нет, в смысле. Она действительно пыталась нам доказать, что это неправда. Не то, что она просто разоралась. Ну да, она так как взбесилась там. То, что мы так считаем. Ну, как бы мы... Я реально сам видел, как там купались бомжи в этих лужах. И вещи стирали там. Но нужно все-таки пересидеть. Да, действительно себя. Прийти и... Полечить там спину. Полечить спину, да. Потому что там действительно можно хорошо вылечить. Вот когда мы, кстати, в горы ездили. У меня, правда, та же спина прошла. У меня болела поясница. Там вообще не перестало болеть. Странно как-то. Вот нужно будет... В следующий год мы приедем на месяц в горы. Прям пойдем туда дикарями с палатками, с восхождениями на вершины. Перейдем этот хребет Кавказский. И попадем на море. То есть мы туда приедем. Через перевал. Да, через перевал. Там разобьем палаточный лагерь. После там поддохнем. Потом соберемся. И через ущелье мы попадем на море. Это, конечно, будет супер круто. Это получается где-то месяц, да? Я только не знаю сколько надо. Там в Абхазию. В Абхазию, да. Там надо будет брать разрешение. Потому что там будет пограничная зона. И пойдем туда, в Абхазию. Через перевал. Не знаю, либо сами, либо с гидом. Как получится. Надо, короче, это замутить. Ну да, что мне заблудиться. Это все санаторий. А мы идем по третим ступенькам. Попадем на такую арфу. Выше, если подняться, будет и Олова арфа. Это ее мини-коперя. Ступеньки тоже, кстати, сделали недавно. Раньше их не было. Ну да. Раньше, в принципе, здесь ничего такого не было. В 2010 году, в 2007 году здесь такая разруха была. Все было раздолбанно. А сейчас прямо благородили. Классно сделали. Цветочки везде посадили. Круто. Не зря наши деньги, когда мы перечисляем Пятигорск в налоговый фонд, они идут хотя бы в дело. А мы перечисляем до хрена. Очень большие суммы. Конечно, все идет в дело. Ну да. Мы об этом написали. Ну, хотя бы что-то делают. Уже радуют на деньги налогоплательщиков. Сейчас мы купим пятигорского мороженого. Навернем его пепси-колой, запьем. Поедем домой собирать вещи и поедем в Пятигорск. В Москву поедем. Полетим в Москву. И будем вам показывать, как в Москве парки московские. Как на нашу работу показывать, как мы работаем. Наш линий цех. Как он там без нас. Месяц целый. Ну, почти месяц, да. В общем, мы приехали в аэропорт. Людей здесь пипец сколько. В море. Весь аэропорт. Людей. Очень много людей. Очень много альпинистов. Со своими сумками. Знаю, кто покорял Эльбрус. Восхождение кто делал. И вообще туристов очень-очень много. Пипец. Как тебе, Катя, аэропорт? Здесь душно и даже присесть не надо. Да, мест нет. У нас вылет получается через 30 минут. Больше. Больше 30 минут. Да. А сейчас, папа, сейчас еще людей нету. А у нас 50 минут. Ну да. Вот стоим ждем. Вот, короче, мы приехали в аэропорт. Сейчас поедем в Москву. Полетим. Полетим. Сейчас подождем, пока все зайдут, чтобы они толпятся. Ну, в общем, мы прилетели. А, какой аэропорт? Давлина? Угу. Куда мы едем прилетели? Угу. Угу. Куда мы едем прилетели? Сейчас вызовем такси. Поедем домой. Вот. Выходят все. Устали. Пипец. Ну да. Сейчас чемодан получше. Мы поедем домой отдыхать. Завтра на работу. Начинаются трудовые будни. Все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели. Спасибо. Спасибо.